Сам от себя офигел, как-то так, девушка реагирует хорошо и так далее. Я уверен, что его ситуация не закончилась сексом только потому, что это было вот так, в спешке, девушке надо уезжать, там улицы и так далее, как бы. Это я там, не знаю, могу притвориться деревцем, при этом, короче, сделать все, что нужно, но это приходит со временем. То есть у нас есть, что ты угораешь, у нас есть ребята, которых можно просто, блядь, набрать в этом чате, сказать, пацаны, вы где, блядь, можно я с вами пойду? А ты предпочел, там, не знаю, забить на все, ну, как бы, кому это надо-то? Пока ты сам не решишь, что это надо, тебе ничего не поменяется, да, Мер? Ну, как бы, блядь, выключай эту жертву, ебучий, почему у тебя лицо такое, как будто тебя сейчас будут, не знаю, они все с саными тряпками пиздить, блядь, улыбнись, не знаю, расслабься, сделай наглую рожу, блядь. Чувак, хотя бы внешне, я понимаю, что внутри неприятно, да, там, или там, волнительно, но ты хотя бы... Это тоже работает. Конечно, когда человек внутри уверенный, там, и охуенный, это, как правило, транслируется, ну, внешне через физиологию. Ну, и наоборот, тоже можно делать, как бы, это не так сильно работает, но нужно тоже это использовать. Притворись хотя бы внешне, блядь, что ты пиздал, ты и клал на них всякий хер, что они сидят тут, короче, умничают. Надо что-то делать, Дамир, ну, потому что оно само по себе не рассосется, во всех смыслах этого слова. И ты сейчас, блядь, сказал бы, Вован, давай я позвоню, этой тёлке взял бы и позвонил. Ты даже сейчас сидишь, думаю, скажешь, ладно, сейчас забудут про неё и пофиг. Иди, выйди в коридор, позвони, если тебе здесь, не знаю, неудобно. Или позвонишь в перерыв, не выходи там. Что, я сейчас могу? Не надо, не надо, перерыв. Метод парадоксальной интенции. Не звони ни в коем случае, блядь. Ни в коем случае не звони. Нельзя больше звонить. А, кстати, хорошо придуманная штука, попробуй просто, ну, хотя, блядь. В втором случае это... Попробуйте кто-нибудь ради эксперимента, пока я не забыл, после того, как вот этот месяц заданий домашних, посттренинговых пройдёт, такую херню, если замутить, такой кваскин, неделю или две недели вообще не общаться с этим, в принципе. Никак. То есть даже в лишний раз про женщины-продавщицы не разговаривают. Никаких подруг, ничего. Просто для вас женщины перестают существовать. Вы пытаетесь переключить внимание на всё, что угодно. На спорт, на работу. Вы на них не сможете... Мне кажется, это уже дохуя опытных людей. Когда они пришли, так что какие-то странные задания ты даёшь, блядь, то вон кто-то с февраля, блядь, там вообще нет. Нет, то есть вообще тотально не общаться никак просто, их нет. И это может сработать так, что вы будете думать, блин, ну, то есть вам, например, это особенно те, кому страшновато и кому волнительно, да? То есть вы типа волнуетесь туда идти и говорите, окей, волнуешься, мы вообще туда больше ходить не будем, мы во всех смыслах слова ходить не будем, мы туда не смотреть, не отвечать даже старым подругам, никому. И в теории оно может, опять же, сработать так, что вы заебётесь от того, что ну почему нельзя-то, и как бы, знаешь, в конце, когда эти две недели кончится, а женщины с вас должно прорвать тут еще короче есть несколько человек поехал в город девчонка познакомился взял телефон но продолжать хотел продолжение общался не не но сможет и да сейчас она все таки да понравился интересное общение там разносторонние много тем общих но мы поболтали как друзья да нет я там долго обнимал то есть пытался кинстики позвонил парень на то чем написал там чате к двой или ее наш коллега все помочь наш парень я бы между ее губа и по помощи выбрал помощь послезал суши тут не пишет как так так все вчера отказались я позвонил чей-то парень не он говорит помогите мне попинайте меня как тебя зовут напомни ему и у тебя зовут ему и насколько значим парень то есть даже не знает блять это ладно мужчины здорово секунду внимание информация следующая 20 сентября стартует тренинг практика практический тренинг где буду я еще два тренера еще как минимум 4 саппорта и мы будем бегать с вами в полях заниматься исключительно практикой то есть мы будем внедрять те упражнения которые вы получите в теоретическом формате виде видео на свою электронную почту заранее это уникальный продукт на самом деле вот недавно прошел такой же аналогичный очень понравилось мне как он зашел как люди были довольны какой выхлоп поэтому я решил повторить еще один раз в этом году это сделать потом уже некогда будет этим заниматься и так 20 21 22 23 сентября четверг вечером уже будет практика пятница суббота воскресенье с утра до вечера будем заниматься только практикой записывайтесь места ограниченные желающих на самом деле немало поэтому успевайте бронировать себе место ссылка для записи под видео вот кому надоело реклама отпишитесь нахер не смотри то есть короче ты уже достал она уже такая прямо ну типа ну не так но какой-то парень блять я сказал я пошел там помочь ему ты правда ему это время звонил он не звонил писал чате чате даже ты не конкретно к нему обращался просто так я сказал что я скажи блять две тысячи истратил на парикмахерскую мне срочно нужно помочь даже помочь попинать его а ты у нас блять короче чемпион по пинанию там и так далее ты подумал я спасу мир нахуй просто вот возможно чувак ты с ним не зря сел бы прям нормальная парочка не просит вас за чем ты можешь честно сказать я просто подумал что тут я не знаю что делать это некий стресса есть не могу честно это может чем-то с ну да 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 и возможно есть да и патетически закончится а тут есть отличная лазейка отсюда съебаться дай-ка я съебусь это мог могло бы так быть именно так и было так как все потому что между комфортом здесь и там как бы я понял что там я уже знаю я могу помочь здесь как я еще ну не в помощи дело тут там дверь такая что я пошел а если вы давай гипотетически предположить она у тебя дома или ты у нее дома не знаю там у вас уже вы уже там по в белье да понятно не 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 подожди и он звонит какой-то парень который постригся какая ситуация конечно я требую на чем она отличается нахер послал даже понял пошел ты нахер короче будешь бить лицом как не но я военного и забьешь для глаз и сейчас и заступится другой смотри могу я предположить почему давай подумаем да то есть мая ты тут уже как бы там и уже все на мази да и поэтому ты уже гарантированно понимаешь что ну как бы все снова и риска и дискомфорта и так далее меньше да а пока ты с ней еще гуляешь и не понятно чем кончится там больше ну как бы вариантов что не срастется да но он последний вариант как что не срастется в любой момент может не срастется и в принципе такое бывало тоже я бы хотел уже переместиться вот многое написал я решил в этот момент ему просто попинать его да ты не попинать решил ты решил съебаться от той ситуации просто как бы тут любая другая там не не он бы там попросил чем мы говорим или да особенно вот та часть нормальные чуваки весь прикол в том что когда самим собой это происходит я понимаю чем сейчас он говорит иногда реально не можешь понять как так ну вроде же это все логично все так и было а со стороны люди смотрят и как бы ты че самый-то парадокс сюда пришли все заниматься фикапом снимать телок и короче их трахать и вся масса сегодня как мы услышали все по каким-то причинам от этого отказались я не стал я не мне не понравилось вы заметите вот это как все началось с венгрии и до сих пор еще идет чтобы понять что нужно мне это из них два дня первый подход мне было вообще как бы не особо интересно но как только за мотивацию ты заговорил за мотивацию именно себя как бы мне стало намного интереснее но мне просто хотелось что-то здесь поменять ты сейчас зачем нам эту историю говоря твоим языком короче чувак вот здесь короче ты вот здесь мотивация какая-то по работе с товарищем по работе ты пришел за в конце концов получить вот эту штуку мотивацию там какой-то изменение не это не знали для меня этого это сказать что единственный вариант получить вот эту штуку это сначала открыть начать делать вот эту штуку ты можешь допустить эта штука это секс свидание общение там и так далее ну да в случае секс да ты пишешь я не буду эту штуку делать потому что парень позвонил я хочу сразу вот эту штуку нет в этом тренинге сука вот только надо через вот эту штуку получишь чувак ну опять таки я опять-таки думал здесь что немножко не так будет что только ты говоришь только через это разве это так разве но только через секс-группу это бьешься спарту бритвей не знаю садик тони роббинс вчера к столбе может быть один в один сука похож на тони роббинс даже такой же а ты прилетел за двадцатку давить если бы к пятнашку сейчас 40 я буду ждать ладно деньги здесь не та фигня это напоминает мне не проявление есть там собачьи какашка какая-то другая фигня не просто все равно как бы блять молодец ну ты взял на свои бабки уже ты мне кажется ты отработал свои деньги на которые ты прилетел блять один из тех кто заплатил за тренинг и сколько у тебя получается за самолет туда обратно сейчас еще тридцатка то есть так он у нас магадан прилетел четко ты тоже откуда сколько 65 туда и обратно это только шестьдесят пять рублей билеты сюда куда обратно я вот эту сторону сюда пятнадцать тысяч обратно 40 будет тоже да они че ебанулись что-то совсем вообще блять бизнес-класс только остались бля поездами с облетел что-то бизнесом летел что-то обратно бизнесом красавчик блять ну я еще думаю неужели эконом столько стоит блять до таиланда сколько там аэрофорта можно можно миле аэрофорта купить их человек потратил шестьдесят пять тысяч чтобы оказаться и сколько ты летел восемь часов восемь часов это на самолет так еще на тренинг потратил я боюсь а вы тут сидите с какого-то там подмосковного жуковского блять ебланите короче просто . как я думаю что он реально заряжен просто что-то делать вот он просто спокойный он сидит блять и понимает чё к чему как друг у меня короче который как бы хочет пройти как пикап тренинг но он не хочет пройти вот я не хочу греть знакомиться с всякими шкурами там что обламываться он как бы сразу ну то есть я не сразу он не хочет изваляться в грязи вот сразу как как бы кто еще так может быть думает как бы придется это делать вы скорее всего блять чувак вам жизнь ничего не добьется получите как бы кучу отказов и ну через это придется пройти то есть на это надо настроиться просто это принять сказать да как бы я буду обламываться меня будут посылать нахуй то есть ты там уже будешь тратить деньги скорее всего там на свиданках и они будут от тебя все равно эти телки уходите потом не вызваниваться это как бы все будет на этом надо просто принять и все деньги потрачены на свиданках они на самом деле намного менее болезненны чем ну не приотношение того что это все будет все все классно что я сделал не так блять она просто взяла и не вызвался